Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас середина лета, очень-очень жарко, и я предлагаю приготовить очень вкусное, ароматное, нежное, домашнее мороженое в вафельных стаканчиках. Для приготовления мороженого нам понадобится сгущённое молоко, сливки 35% жирности, молоко, любые фрукты, конфеты. Здесь у меня банан, сливы, груша, мармелад, шоколад. Ещё понадобятся вафельные стаканчики, и у меня здесь розовая вода, либо ванильный экстракт. Фрукты, мармелад и шоколад я порезала мелкими кубиками. В чашу я выливаю сливки, и взбиваем сливки до консистенции йогурта или сметаны. Вот такая консистенция получилась. Добавляю сюда молоко, и добавляю сюда сгущёнку. И продолжаем всё взбивать миксером. И теперь при желании можно добавить либо ванильного экстракта, у меня это розовая вода. И всё перемешиваем. Вот такая консистенция получается. И теперь наполняем наши вафельные стаканчики фруктами, шоколадом, мармеладом и молочной смесью. И вот так получается. Отправляем мороженое в морозилку на 4-5 часов до полного застывания. Вот такое мороженое получилось. Его можно делать и с фруктами, и без фруктов. Это всё на ваш вкус. Рекомендую приготовьте. Рецепт очень простой и лёгкий. Наступили жаркие летние деньки. И пора приготовить для наших родных вкусное мороженое. Это мороженое получается мягкое. Не такое твёртое, как с магазина. Но тем не менее, по вкусу оно не уступает магазинному. Итак, начинаем приготовление. Взбиваем сливки. Вот такой консистенции у нас получилось. Не сильно взбиваем. Такую до консистенции йогурта или сметаны. Добавляем сюда сгущённое молоко. Продолжаем взбивать. Сливки можно растопить на водяной бане или в микроволновке. Добавляем сюда кусочки любого печенья. В данном случае у меня арео без прослойки. Перемешиваем. Выкладываем это всё в ёмкость. Закрываем и отправляем в холодильник часов на 5-6, а лучше на ночь. Вот такое вкусное мороженое получилось. При желании сверху можно полить любым сиропом, который вы любите. Готовьте и вы. Рецепт очень простой и лёгкий. Если у вас есть бананы и замороженные фрукты, можно приготовить очень вкусный десерт мороженое. Без сливок, без молока и самых простых продуктов. Итак, приступаем. Для приготовления потребуется замороженный банан. Я его нарезала на кружочки и отправила в морозилку на целую ночь. А также клубника. У меня свежая, но можно использовать любые другие фрукты, как свежие, так и замороженные. Помещаю банан в блендер. Клубнику разрезаю. Закрываю и всё измельчаю. И теперь наполняю вот такой стаканчик. Посмотрите, вот какая вкуснота получилась. Если использовать замороженную клубнику, то консистенция получается совсем другая и лучше держит форму. Для варианта с какао в блендер помещаю замороженные бананы и 2 чайных ложки какао. Просеяла какао, потому что оно всегда комочками. Всё измельчаю. Снимаю со стенок. Можно добавить 1 столовую ложку воды, но я не добавляла, а просто продолжала взбивать. Вот такой вкусный десерт получился. Простой, лёгкий. Рекомендую, попробуйте. Сегодня мы будем готовить очень простое, лёгкое, домашнее мороженое. Оно получается всегда. Вкус изумительный. Его можно готовить любыми фруктами, орешками, шоколадом. Можно готовить и без добавок. Тоже получается очень вкусным. Итак, начинаем приготовление. В чашу я добавляю сливки. Взбиваем сливки. Я взбила до консистенции йогурта или сметаны. Вот так нужно, не более, не до густых пиков. Добавляю сюда молоко. И добавляю сюда сгущенку. И продолжаем всё взбивать. Вот такая консистенция получается. Теперь я взяла форму, застелила её пищевой плёнкой. На дно формы я выкладываю печенье. Можно брать круглое, можно брать прямоугольное, какое вы любите. Выливаем сюда нашу смесь. Она вкусненькая получается, сладенькая. Теперь можно накрыть следующим печеньем. Но по желанию можно добавить любые фрукты. Здесь у меня вот абрикосы. Персики. Добавить любые орешки, которые вы любите. Можно добавить любое печенье сюда. Добавить шоколад. И накрываем вторым печеньем. Накрываем пищевой плёнкой. Вот так у нас получилось. И сейчас мы отправляем мороженое в морозилку на 4-5 часов, чтобы оно полностью застыло. Мороженое получилось очень вкусным. Я уже попробовала. Готовьте и вы. Рецепт очень простой и лёгкий. Благодарю, что смотрели моё видео. Благодарю за ваши лайки и комментарии. Подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. И вас ждёт много интересных рецептов. Желаю вам всего самого доброго. И до новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok